всем привет перед началом видео хотел бы такое обращение сделать ищем в общем интера 9 800 9 700 безносово интера фред лайнер аргус фред лайнер флб как у меня тоже в пределах разумных цен соответственно чтобы и машина на ходу было адекватным на адекватном более-менее нормальном ходу да и по адекватной цене соответственно вот было такое предложение поэтому интеру сейчас по которым будет смотреть за него хотели 350 тысяч как хозяин говорил с документами все нормально и как бы ходовая машина будто ее приехали поставили потом выясняется там то что сцепление не рабочая ну и так сейчас поподробнее буду включаться процессе ролика буду включаться объяснять а так что всем приятного просмотра вот аппарат приехали смотреть резинек это живая на нем более-менее прессорный ну уже лишь гайка футерка на гайках только гайка футерка датка короче современного жидко нормально аппаратик два бомба люка здесь бомба люк автоном очка ну внутри там салон конечно разбомблен весь внутри чин-чин-чин здесь я уже малех подремонтировал тот поставил этот хрен и поставил спалка большая длинная имеется ввиду кто-то кетчуп надоел пробега смотри вообще 306 тысяч новый новый аппарат парашютом пепельница американская с айфоном тоже кто-то гонял лишь ну такой аппаратик но сейчас видели первый первичный осмотр до машины ну беглый такой машина заинтересовала заинтересовала двигателем и заинтересовала кабиной потому что кабина вот такая редко аж меня вот этими отсеками до бомба люками так называемыми двигатели чем интересны короче четырнадцатый камин с механика нт нт а или нт там не помню маркировку двигателя в общем 14 на механике до камин тоже такой легендарный двигатель надежный не убиваемый как бы заинтересовал я съездил робу взял ну переодеться такую какую-то нашел и потом приехал более подробно и рассматривать машину что нужно для того чтобы ее оживить то есть там ну вообще что нужно иметь понятие что надо чтобы ее поставить и оживить и чтобы она проехала 700 километров у нас задача была ее оживить проехать 700 километров чтобы человек там даже есть занимался восстанавливал да ну или дальше решение по не принимал как или запчасти пускать или же ее восстанавливать в общем там два варианта было таких ну и опять же таки сейчас то что видел будет это опять такой бегло 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 все буду рассказывать значит валом здесь здесь более-менее трещотка то что здесь более-менее живой потом флянцы нади поснимай средний среди такой люфт имеется короче кардан вроде живой задний кардан люфт имеется на небольшой такой хвоста их нормально сзади ну вот в общем то пробежался по задней части да по телеге там видео почему-то мне не осталось дети балансиры разорванные люди рессоры балансиры в общем балансиром хана кардану переднему кардану я думаю вибрация будет о нем неплохо такая противника вибрация будет потому что когда на шлицах болтается и на хвостовике хвостовик болтается сам хвостовик болтается и на видео видно то что хвостовик закиданный маслом да значит это скорее всего это разбитый подшипник ну или подшипник или корпус просел в общем там надо смотреть чем там может три причины быть первая причина просто флянец не подтянутый до вторая причина подшипник третья причина этот корпус ну поросенка да вот этого для пошива шлицах хвостовик вот в общем ладно значит проблема уже по ходовке есть позади и ходовки видео сказал то что небольшой люфт как бы на кардану ну потом так еще под почупал как бы большой люфт все равно большой люфт недопустимый скажем тогда то что можно сказать машина без карданов и как бы в редуктора надо лезть смотреть задний редуктор может и не надо есть ничего ну там может и не надо ну а средний редуктор надо рассмотреть честно со средним редуктором так потом по тормозам там большой вопрос потому что с тормозами и волыся там вот этот один вал только на нем болтался остальным валусь оболтаются колодки честно говоря не смотрел накладки в каком состоянии барабаны толщиной не смотрел как бы это такая мелочь внимание не стал обращать на толщину колодок на барабаны данные ну идем дальше смотрим что дальше короче краны все закисшие тормозные педаль нажал весь алюминий все окислены даже этот кран фа-фа-фа-фа вишном состоянии не рабочий вот краткий обзорчик такой по воздушной системе по воздушной системе пробежался по кранам до таким по основным по тормозному там по четырехконтурным там двухконтурным в общем пробежался полностью все закише в общем машину бру просто бросили ее не законсервировали ничего просто как она была ее поставили про нее забыли соответственно там где влага не влага все равно то что собиралась это все закисло все окислилась краны в лучшем случае если сейчас их разобрать почистить смазать да я не заработает это будет хорошо это в лучшем случае обращаю если сейчас так сильно сильно повезет можно будет если он заведется можно залить масло всю систему не масло тормозной жидкости залить ну воздушную систему она везде прогонит по всем этим кранам и если очень сильно повезет они сами отойдут но это навряд ли попробовать можно было вот то есть на этой машине уже теоретически мы без тормозов она уже то есть 700 километров ее надо было бы дать без тормозов смотрим дальше но я по да не я на газонку нажимал турбина и бог ну выхлопная лана там хер с ней потом спереди нихрена нету спереди нихрена нету рессоры севшие тяги болтаются эти шкварня соответственно также сама все болтается наверное только один путь ему утиль ну и вот завершенные видео в общем последняя надежда была у нас на двигатель мы готовы его были забрать даже там все ну там колеса продать там чё в металлолом задача себе оставить чё на разбор пустить ну там так и по раскидать машину думали планировали ну надежда была на двигатель то что живой двигатель то что сейчас кинем аккумуляторы прокачаем соляру заведем ну при дальнейшем осмотре это у меня видео нету к сожалению надо было заснять я не заснял честно говорю не заснял город было заснять выяснилось то что машина эксплуатировалась на воде с нее воду просто слили и все радиатор сгнил но это все бы не радиатор ничё вот это он просто уже берем ее как машину металлом кстати из 350 хозяин уже согласился даже сам предложил не то что согласился а сам говорит 240 тысяч и и забираете без всяких лишних вопросов просто приезжаете и цепляете мы уже все были согласны то что приехать ее зацепить и уехать мы приехали зацепили отдали деньги и уехали потом выяснилось как он говорил то что документы есть на документы справка об утилизации грубо говоря ну не грубо говоря он так и есть справка об утилизации все воду и и утилизировал хоть он говорит то что он ее снял с учета чтобы налоги не платить по факту эта справка утилизации то есть машина без документов ничего стоп со справкой вот ладно все мы там уже прикинули там резину продать там кому редуктора кому не редуктора я себе думал там на фреда чё забрать ему на интера на фреда там ну вот ну так по раскидать тому же то 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 как бы если по цене металлолом его забрать ну самый смак у нас был этот двигатель прям двигатель у нас самый смог был если двигатель живой все но здесь поскольку к вам ездил эксплуатировался на воде в общем его он сгнил скажем так он сгнил это двигатель воду с него слили там я не стал смотреть разморозили не разморозили его там если кто знает эти двигателя да вот эти механические каменцы у них интеркулер не такой как на простых ну как стандартный интеркулер у него интеркулеры получается воздушный коллектор и воздушном коллекторе радиатор где этот ходит но антифриз вода где ходит да и вот он охлаждает за счет этого радиатора этот и получается интер интеркулер короче я не стал смотреть разморозился этот интеркулеры не разморозился мне как бы не интересно уже на него стало почему мне не стало интересно когда я достал щуп и я увидел что он просто сухой он просто сухой щуп я еще раз в одну в раз 5-6 наверно его потыкал туда-сюда я маслом не обнаружил проворачивать двигатель я даже не стал ничего посмотрел как бы двигатель видели да на видео сырой весь в масле по слов хозяина у подъедал масло ну там тоже неизвестно то ли он подъедал то ли он терял масло ну и как бы короче вот это похабное то что его так бросили просто машину забили на нее и мой реально один путь теперь металлолом так что можно было завести можно было может быть что-то с него сделать ну как бы говорится это все такая поговорка есть мертвому припарка да ничего не поможет уже очень-очень жалко машину просто очень жалко машину машина очень интересная легендарная можно даже так сказать кабина люксовая как для своего времени такая длинная база там все такое он интересный аппарат но к сожалению получилось так вот так что если у кого есть интересные варианты по америке по тупоморда по обрубленным так сказать пишите звоните будем рассматривать всем всем спасибо за просмотр всем пока